Всем детей понять не могут, что такое? Я вышла замуж за то, что он из большой семьи, что он из верующей семьи, что он, думаю, не будет ни пить, ни курить, что он детей будет любить. На таких, которые не нравятся, ты уже насмотрелась? И я вообще не на ком не смотрела. Нет, ну увидела, что такое питьё, к чему приводят. Да, да, да. Твоя жизнь уже насмотрелась на несчастных этих людей и себе этого счастья не хотела, в кавычках. Нет, ну вот у моей бабушки, дедушка, и вот у моей мамы, родец, они намного счастливее пришли. У них вот таких вот не было, пусты, там их не было. Девча фамилия-то какая? Назаренко. За кого в Молдавии? Зачем Назаренко оказались-то? Ну это отца фамилия. Ну да, но вы же не молдаване? У меня дедушка молдаван. А пишешь сейчас ты какая? Русская? А пишу русская обязательно. Дедушка молдаван, мать украинка, а ты пишешься русская. Да. Отец говорит кремец, мать технист, а мы пишемся американцем. Тут есть много хорошего, но это все нужно ввести в русло христианства, в русло любви. Надо просто общаться больше. Да. Не просто там вот пробовать, прочитать в церкви. Батюшка скажет три слова. Так, слушай, пробовать? Ну да. А как ты думаешь, если бы... Вот сюда. А вот если бы оказалось так, что вы жили с тобой, у вас в одной деревне потеряем периодом, между нами сохранилась бы эта дружба? Конечно. Ты не соревноваешься, да? Нет, нисколечко. Нисколечко. А Петя бы сказал, запрещаю с Игнатьевым встречаться. Ой, ну подумаешь, а? С кем хотим, тем дружим. Так, дай я провожу. Так, на автобус идешь? На автобус, да. Подожди, выйди, минутку. Подожди, открой сейчас. Подожди, сиди там, я выйду. Ничего, автобус, наверное, через минут 10. Вылезла, все. Вылезла, я быстро вылезла. Так, спаси Христос. Автобус сейчас через минут 10 будет, а собачка хорошая. Только руку несу. Так, мы познакомились, и это было проместительно от Бога. Ответ на молитвы. Я много об этом молился. И Бог мне это открыл. Понимаешь, я никак не ожидал, что вот именно в старообрядческой я встречусь, и вот такой открытый будет близкий наш разговор. И это не на одну минуту, потому что наша встреча, это дал досрочную программу. Я ведь корыстный человек, и поэтому корыствие бывает и духовное. Я надеюсь, что люди не будут у вас... Ни в коем случае. Ни в коем случае. Будут читать. И читать. Я надеюсь даже то, что у тебя есть какие-то друзья, там будете когда-то вместе читать с кем-то. Такой духовный труд будет. И я неизримо буду с вами. Если что-то нужно, будут позвонить, написать, пишите. А кроме того, если в интернет зайдете, там 4124 ответа на вопросы, там найдешь все. Это тяжелое дело в интернет зайти, но зайдем. Ну, может быть. Зайдем. Потому что могут провести там и все это. Если Господь позволил нам, как говорится, уже состыковаться, то мы можем вполне надеяться на то, что Бог благословит, чтобы это было не бесплодным. В такую даль мы ехали, и мы все неопределенное. Мы просто вставали и молились. А что мы именно сельски делаем? Ребята по вас не знают. Бог усмотрит, но мне хочется побывать на могиле моего друга. Ведь возраст, 21 год развеси, она нас это не разделяло. Мы были большими, естественно. И когда меня отручали, в 45-е, в конце, в 20-е. Ну, в 45-е, в 14-е начали напугать, Александр Иванович, мы тебя отручили, куда же дорогу много хотите. Мы не смотрели, что мы с собой запретили знать, мы даже не походим. Андрей Долгов был, а то они друзья были, и мы трое. Трое были. И я, то опоздаешь. Нет, нет, я смотрю, вот тут автобус должен быть. С угла уйти. Спасибо, Христос. Сохрани в себе это, мало ли, что в семье бывает, не жесточись. Если Петя что-то будет говорить, скажи, я прошу прощения. Просто прошу прощения. Чтобы не покусился на книге во гневе. Это скамеечку не взломал. Это как его Миша рассказывал про Сережу. Вот он, мама что-то натворит, что-нибудь это там, ну его мама, ну что-нибудь ослушается или что-нибудь. Вот он дуется на нее, дуется, дуется. Сережа? Сережа. У него книг тоже целая куча. Потом, значит, она приходит, сама первая. Сережа, прости ради Христа. Вон, садись. За что ты просишь мне прощения? Книги все откроют. Как жена должна себя вести? Я говорю, я, конечно, согласна, что жена должна себя так вести. Ну пусть уже сначала нахочетать другую мужчину. Она так и считает, что я ее подтягиваю, тяну, и характер нескладный. Но я говорю, тебе одной не спастись. И она понимает это отлично. Конечно, муж должен быть строгим, но снисходительным. Жена больше любит строгого мужа. Это говорит Исидор Пелосиут. И это надо просто помнить, понимать, почему. Ну, как попало, дверь не закрытая, любой заходит. Строгого мужа, но не злого мужа. Не злого. Это абсолютно разное понятие. Строгий какого. Допустим, она, в котором не хочет рано вставать. А у меня никогда под него вопросом не было. СССР 4,40. Если совместной молитвы дома нету, СССР домашней нету. И говорит, что там Сатана правит вам. Все делает, объединяет утренняя молитва. Ну, и своими словами, чтобы было. Салтырь, чтобы обязательно по-русски читали. Обязательно? Я не понимаю славянский вообще. По-русски. По-русски ты поймешь многое. Тем более, в Евангелии далее. Возьми себе сумочку с тобой маленьким, заверни в столофанчик. Даже случится, тебя собьет что-то или вор утащит. И он откроет, и через это может обратиться. Ясно. То есть у тебя должен быть документ от Иисуса Христа. И любой скажет, да, это была верующая. Верующая Иисуса Христа. И в каждом деле, вот на работе, встречах. Ой, ой, ой. У тебя сумочка, ты где? У меня сумочка здесь. Я что-то не подарила. Я что-то не подарила. Ты меня прости. Потрудись, дай-ка тебе там. Вот это, положу сумочку. Давай. Открою сумочку. Здесь будет разговор о том, что в вашей библиотеке, посчитай. Вот. И здесь с кем познакомились сразу. И тут наш сайт. И ты будешь трудиться в этом деле, привлекая людей. Ну, хватит, хватит мне. Я буду давать. Мне мало-то кого-то. На работе всем отпадет. А, там пять человек, семь коллег. Пять человек, коллег. Мы все делаем с избытком щитрости. Убого так. Вот. Нужно два тополя произрасти, а их пушинок два миллиона. Так что мы должны сеять обильно, и что-то произрастет. Я всегда говорю, если мы сеем, то неопределенно взойдет на 50%. А если мы не садили, не сели, явно, что хроник сахар-калычева. Поэтому ты больше занимайся зизрой, и смотри, что она из дома ушла. Да. Если у нее что-то где-то вылажает, то ты ее настроен на то, что муж вылажает, и вот ты и лечь, как сама делаешь, молча. И на молитву. Молитва – это соединение с Богом. Когда мы молимся, мы рассказываем, что нужно сказать Богу. А когда считаем Библию, это Бог нам говорит. Это Его голос достигает в нашем сердце. Так не могу. Сейчас спрошу. Бог, все. Светлане? Давай.